Не знаю, как нож оказался в руке, но нанес ему несколько ударов, потому что тоже опасался, что он меня порежет. Трагедия произошла в феврале. Подозреваемый вместе с друзьями выпивал. Когда его сожительница с подругой уехали за продуктами, он остался в доме с другом. Тот вспомнил про старую обиду. Три года назад обвиняемый сломал обухом топора ногу погибшему, заступаясь за его сожительницу. Вот. Погибший вспомнил данную обиду и начал высказывать претензии обвиняемого. Сначала подозреваемый хотел выгнать сказналиста из дома, но тот отказался уходить. Завязалась драка. Потом я его взял и начал, хотел за улицу выпихнуть, а он пролетел на кухню. На кухне и случилось самое страшное. Под руку попался нож. Ну, когда он взял, первый раз махнул и отскочил назад. Да. Вы покажите, как он махнул, каким образом. Да. То есть правой рукой, слева направо. Да. В области головы, груди. Ну, в области, вот, в области головы. А, в области горла. Еще раз покажите. Если бы мужчина не затеял эту драку и не схватился за нож, возможно, остался бы жив. В прошлый раз обидчик сломал ему ногу. В этот нанес 9 ножевых ранений. Тело убийца спрятал в подвале. Два дня мужчину искали у родственников и знакомых. Все решил визит полиции. Представители правоохранительных органов в первую очередь проверили место, где видели его живым. Как раз таки в этом доме, в последнем известном месте его нахождения, в подполь обнаружили труп. Таким образом. Ну, а сдержали как подозреваемого? Он сам пришел? Нет, подозреваемый находился дома в момент, когда были сотрудники полиции. Ну, и сознался, естественно, сразу. Дело уже рассматривает суд. Он и определит, каким будет наказание. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».